Как меня слышно? Как меня слышно? Для того, чтобы украсить тебя, да? Они так и называются у нас украшения мусульманки. Украшения мусульманки — это не внешняя её красота, не внешние её какие-то проявления. Украшения мусульманки — это духовная её красота, её отношения со Всевышним Аллахом, её отношения к пророку, к творениям и, конечно же, к самой себе. Её украшение — это её иман, который, если будет увеличиваться, будет и увеличиваться её украшение. То есть, чем выше её иман, тем краше её украшение. Вот так. Алхамду лилляхи, Раббилля алимин. Итак, сегодня с вами разберём такую хорошую тему. Разберём с вами один хадис, который был передан от Абдуллаха ибн Аббаса, и который случай, да, этого предания, которое было передано от него. И мы знаем, да, сподвижник Абдуллах ибн Аббас. Кто знает, кем он был пророку, саллиллах алейхи вассалям? Кем он приходился пророку, саллиллах алейхи вассалям? Абдуллах ибн Аббас. Кто был пророк, саллиллах алейхи вассалям? Кем он приходился ему? Так, двоюродный брат. Двоюродный брат Абубакр. Нет, приёмный сын. Нет, он не был приёмным сыном. Абдуллах ибн Аббас. Аббас, он был из рода Аль-Хашими. Он был двоюродным братом пророка, саллиллах алейхи вассалям. Он был сын его дяди Аббаса. И он был его двоюродным братом, то есть по отцу. И ибн Аббас, он был юношей, когда он уже тогда путешествовал с пророком, саллиллах алейхи вассалям. Он был уже тогда сподвижником. Он был верующим. И однажды, когда они ехали в Шам с пророком, саллиллах алейхи вассалям, и пророк, саллиллах алейхи вассалям, обратился к нему. И обратился к нему с прекрасными словами, обучая его. Первое, что мы возьмем из этой истории, даже от начала этой истории, мы можем уже взять для себя пользу. Пользу какую? Мы берем для себя ту пользу, что никогда не нужно упускать возможности для того, чтобы наставить, сделать наставление и научить чему-то. и не упускайте этих возможностей. Например, часто вижу, когда идут, например, мама с детьми или сестры с сестрами, или сестры с сестрами, я имею в виду подруги и родные сестры, или идут там брат и сестра. И не нужно упускать возможности. Сейчас мы из этого хадиса тоже очень хорошо поймем, из этой истории, и с какими словами обратился пророк, саллиллах алейхи вассалям. И мы поймем для себя, что мы не должны упускать никакой возможности для того, чтобы друг друга чему-то научить. Идете по дороге, друг с другом передайте что-то друг другу. Это не говорится о том, что вот мы постоянно должны там что-то передавать, а о другом не должны разговаривать. Нет, мы о другом тоже разговариваем, но большая часть нашей жизни должна быть посвящена религии. И именно вот особенно с детьми, да, когда вы там в любое место с ними выходите, гуляете, уже дети с пятилетнего возраста, они уже почемучки, да, уже они что-то уже начинают понимать, да. А с семилетнего возраста уже совсем такая осознанность приходит, да, когда уже такое хорошее понимание приходит. И уже с десятилетнего возраста уже приходит хорошая осознанность, да. Вот, и поэтому пророк, салиллах алейхи вассалям, он относился к Ибн Аббасу, он по-другому относился к нему. Не имеется в виду, что он как-то его там больше любил, чем других, да, но он видел, и тут мы еще одну пользу для себя поймем, что он видел его талант. Он видел то, что из него, инша Аллах, получится ученый, да. Он кем был? Он ученый всей общины был, Ибн Аббас. Он был муфастером, он был великим муфастером, он был толкователем Кур'ана. И это пророк, салиллах алейхи вассалям, в нем развивал. То есть он никогда не упускал возможности наставлять его, передавать ему как можно больше, да. И поэтому эти возможности нельзя упускать. Если перейдем к нашему хадису, который мы сегодня с вами будем разбирать и получать от этого хадиса пользу, инша Аллаху та'аля, то пророк, салиллах алейхи вассалям, когда они с Ибн Аббасом ехали в Шам, он обратился к нему с такими прекрасными словами, обучая его. То есть цель его была обучить его. И пророк, салиллах алейхи вассалям, говорит ему, Помни об Аллахе, и он будет хранить тебя. Вот помни об Аллахе, имеется в виду, выполняя то, что он приказал. Выполняя то, что Всевышний Аллах приказал, и сторонясь того, что он запретил. Помни об Аллахе, храни Аллаха у себя. Потому что если мы будем читать арабскую версию этого хадиса, там говорится, Ихфазилляха, яхфазуке. То есть храни Аллаха, и он будет хранить тебя. Храни Аллаха, имеется в виду, помни об Аллахе, выполняя то, что он приказал, и сторони того, что он запретил. И он будет хранить тебя. Дальше пророк, салиллах алейхи вассалям, говорит, «Помни об Аллахе, и ты обнаружишь его перед собой». То есть обнаружишь его перед собой, не то, что Всевышний Аллах предстанет перед собой, да, это мы. Обнаружишь его как? Обнаружишь его помощь перед собой. И ты обнаружишь его помощь перед собой. Если просишь, если просишь, то проси Аллаха. Если обращаешься за помощью, то обращайся к Аллаху. Дальше он говорит, «Знай, Ибн Амбасу он это говорит, знай, о Ибн Амбас, что если все человечество соберется вместе, чтобы принести тебе какую-то пользу, то они принесут тебе пользу лишь в том, что уже было предписано тебе Аллахом. Если же они соберутся вместе, чтобы причинить тебе какой-то вред, то навредят тебе только в том, что уже было предписано тебе Аллахом». Это прекрасный хадис. Этот хадис был передан имамам Ат-Тирмизи. И он был в Сахих Ат-Тирмизи приведен. И этот хадис достоверный. И в этом хадисе указание на то, что он лишь пророк, саллиллах алейхи вассалям, он лишь делает ему наставление. Как делать это наставление? Как показать? Тут в хадисе, когда мы, если читаем его, мы можем посмотреть педагогический подход пророка, саллиллах алейхи вассалям, к Ибн Аббасу. Он же был юношей. Он был молодым юношей. То есть это не маленький ребенок, которому ты сказал, и все. То есть сделай так, и все. Он был юношей, и с подростками немного другое отношение должно быть. В каждом возрасте, для каждой возрастной категории, вот так можно сказать, свой подход. То есть каждому свой подход. например, он был юношей, и к нему должен быть такой подход, что нужно объяснять, не просто сказать там, помни об Аллахе, и все. А для чего помнить об Аллахе? Что это принесет? Какие плоды мне это принесет? Что будет, если я буду помнить об Аллахе? Вот такие вопросы бы возникли у Ибн Аббаса, и на которые бы, если бы он не получил ответов, то тогда пропадет смысл действий. потому что уже человеку нужно всегда объяснять. И как сказать, не алчность, да, эта алчность не подойдет, это слово, а у человека всегда есть такое, что он ищет выгоду. В хорошем смысле этого слова мусульмане тоже ищут выгоду. Когда мы совершаем то или иное действие, мы совершаем ради чего? Ради довольства Всевышнего Аллаха. Наша выгода это довольство Всевышнего Аллаха. И тут важно было пророку саллиллаху алейхи вассалям показать, да, что если ты будешь совершать вот это действие, то тебе вот за это действие будет вот такое воздаяние. То есть хочешь ли ты этого воздаяния? Если ты хочешь этого воздаяния, то ты совершаешь те или иные действия. Поэтому пророк саллиллаху алейхи вассалям говорит, помни об Аллахе и он объясняет, если ты будешь выполнять его приказы, сторониться того, что он запретил, он будет хранить тебя. Хочешь, чтобы Аллах хранил его, хранил тебя, значит, помни об Аллахе. Хочешь, чтобы Всевышний Аллах был с тобой, предстал, ты обнаружила его перед собой, пришла помощь от Аллаха, помни об Аллахе. Если просишь, то проси Аллаха. Когда у вас любая нужда возникает, первое, что вы делаете, вы обращаетесь к Всевышнему Аллаху. Любая нужда в вашей жизни, это первое, кому мы должны обратиться ко Всевышнему Аллаху. Потом уже мы можем попросить людей помоги мне это сделать, помоги мне это сделать. Какую-то помощь мы можем попросить, с какой-то просьбой мы можем обратиться. Это не значит, что у нас же так из крайности в крайность получается. Мы либо вообще не обращаемся никогда говоря, что никому кроме Аллаха не должен прибегать, хотя мы должны создавать причины для этого и уповать на Аллаха. Либо забывают об Аллахе и постоянно обращаются за помощью к творениям, забывая об Аллахе. Поэтому всегда, когда нам что-то нужно, мы должны вспоминать об Аллахе. Даже бисмиллях вот там сказать, я хочу там помочь там бисмиллях попросить или что-то еще обратиться за помощью. Если обращаешься за помощью, то обращайся к Аллаху. Аллах создаст причины. Аллах даже вот ты обращаешься за помощью к Аллаху, да, и Всевышний Аллах будет тебе посылать облегчение, будет тебе посылать свою помощь. помощь. И будет тебе на твоем пути будут встречаться люди, которые будут тебе оказывать эту помощь. ты ты увидишь эти плоды, когда ты будешь на первое место ставить сначала просьбу, свою просьбу просить у Аллаха, то ты сам обнаружишь, как все тебе будет даваться легко, когда ты в первую очередь обращаешься к Аллаху. И тут дальше пророк саллиллах алейхи вассалям, обращаясь к Ибн Аббасу, он говорит, да, когда он говорит, помни об Аллахе, и он будет хранить тебя. И в этом хадисе есть указание и на единобожие. В том, что только лишь Аллах достоин поклонения, и только он один заслуживает того, чтобы к нему взывали и просили его, обращались к нему за помощью и уповали на него. И то, что абсолютно все происходит только соизволение Всевышнего Аллаха и по его предопределению. Только Всевышний Аллах Субхана Ху Та'аля способен принести человеку пользу или причинить вред, одарить благами или лишить милости. И если человека постигает какое-то бедствие, то никто не сможет избавить от него, кроме Всевышнего Аллаха. Человек может создавать какие хочешь брать причины, если не будет на то воля Всевышнего Аллаха, эти причины будут бесполезными. Поэтому человек должен поклоняться только одному Аллаху, помня и храня его повеления и запреты. И тогда сам Всевышний Аллах будет оберегать его, помогать ему в его делах и в конце концов дарует свое необъятное прощение. Иншаллах. Всевышний Аллах в Куране говорит, вспомним, да, в Суре Аль-Бакара в 152 аяте. Поминайте же меня, да, и я буду помнить о вас, Всевышний Аллах говорит. под куруни от куркум. И Ибн Аббас сказал, то есть помните обо мне, уже он толкуя, да, это, он же был толкователем Корана. Ибн Аббас толкуя уже этот аят приводит, что то есть помните обо мне, повинуясь мне. Не просто помнить, каждый может помнить об Аллахе, любому сейчас подойди, скажи, любой и помнит об Аллахе, при каждом может и Аль-Хамду-Лля, и Бисмилля сказать, и много слов, да, которые являются тоже поминанием Всевышнего Аллаха. Помнить об Аллахе, это значит повиноваться Аллаху. То есть помните обо мне, повинуясь мне, и тогда я вспомню о вас, даруя свое прощение. Также Саид Ибн Джубейр Рахима Аллах говорил, что вот поминание Аллаха есть это повиновение Аллаху. Что поминание Аллаха мы часто думаем, что поминание Аллаха это то, что мы там сто раз говорим там аль-хамду-ли-ля там или там мы другие поминания есть мы говорим их там Субхана Аллах Аллаху Акбар Астахфир Аллах мы это приравниваем это это тоже поминание Аллаха но на самом деле поминание Аллаха это есть повиновение Аллаху то есть когда вы каждый из нас каждый мусульманин когда мы выполняем приказы Всевышнего Аллаха это тоже поминание Аллаха то есть мы помня об Аллахе мы исполняем те приказы которые он нам обменил поэтому никто не может да никто не может сказать те кто просто говорят бисмиллях или и ничего не делают вот это не называется поминанием Аллаха тот кто не повинуется ему тот не является поминающим его даже если эти слова будут многочисленны даже если он многочисленные слова тазбиха субхан Аллах тахлиля ля иляха или Аллах или чтение Кур'ана он будет каждый день будет читать много из Кур'ана но не будет повиноваться Аллаху то он не будет тем кто поминает Аллаха он не будет соответствовать тому где говорится то есть поминайте же меня и я буду помнить о вас вот кто помнит Всевышнего Аллаха и повинуется ему оберегая его законы того будет оберегать сам Всевышний Аллах и он он всегда обнаружит помощь он всегда обнаружит содействие куда бы он не направлялся поэтому человек который помнит об Аллахе повинуясь ему подчиняясь ему да то ему некому будет бояться он не будет ничего бояться потому что он будет знать что за повиновением придет помощь будет помощь от Аллаха будет и помощь и будет и содействие и будет и хранение потому что Всевышний Аллах в Суре Аль-Имра в 120 аяте Всевышний Аллах говорит если вы будете проявлять терпение и остерегаться остерегаться чего моего наказания то их козни не причинят вам вреда то есть если вы будете проявлять терпение и остерегаться наказания Всевышнего Аллаха то что то их козни не причинят вам вреда Аллах оберегает тех кто уверовал то есть Всевышний Аллах сообщает нам что его обязанностью является помощь верующим который следует путем его посланников об этом тоже говорится в суре суре аррум посмотрите в 47 аяте об этом говорится именно те кто следует путем путем Аллаха именно те кто следует пути посланника Аллаха саллиллах алейхи вассаллим да именно те и заслуживают помощь от Аллаха его содействие его покровительство и пусть и пусть и пусть всевышний Аллах сделает нас из числа тех истинно верующих которым всевышний Аллах он сам обязал помощь амин посланник посланник Аллаха посланник Аллаха саллиллах алейхи вассаллим он обучает Абдуллах ибн Аббаса в этом он обучает не только его вот чтобы у него были какие-то преследовал цели этой дуне да то есть помня об Аллахе всевышний Аллах будет помнить о тебе и касательно да что если все люди соберутся они не смогут причинить тебе вред а если они все соберутся и захотят причинить тебе благо то они не смогут причинить тебе ну даровать тебе да дать тебе это благо сделать для тебя что-то благое если на то не будет воли всевышнего Аллаха но здесь мы должны увидеть более глубокий смысл здесь посланник Аллаха саллиллах алейхи вассаллим он обучает его единобожию и здесь есть и основы религии его словах если ты просишь то проси только Аллаха если обращаешься за помощью то обращайся только к Аллаху вот это фундамент религии здесь есть то что указание на единобожие пророк не сказал ему если ты просишь попроси меня при жизни или после моей смерти и я сам лично обращусь к Аллаху за тебя если обращаешься за помощью то обратись ко мне да ведь я ближе к Аллаху или же обращайся кали или фатами он не указал на это он ни слова об этом не сказал и такое конечно же невозможно такое мы не должны практиковать у себя мы не должны думать что кто-то может быть посредником между нами и Всевышним Аллахом религия ислам пришла для того чтобы убрать посредников между людьми и Аллахом Всевышним и в первую очередь пророк саллиллах алейхи ва саллим посмотрите мы можем не напрямую здесь здесь мы видим прекрасный педагогический подход пророка саллиллах алейхи ва саллим то есть он понимал что например другим сподвижникам он может сказать что веруйте в одного лишь Всевышнего Аллаха да то есть уже прямое указание на единобожие здесь он видел что это юноша что ему надо доносить по-другому что ему не надо доносить напрямую ему нужно донести косвенно что соблюдая то его наставление которое он сделает он будет исповедовать единобожие потому что пророк саллиллах алейхи ва саллим здесь призывает его к поклонению одному лишь Аллаху когда он говорит обращайся только к Аллаху проси лишь одного Аллаха и сам Ибн Аббаз сам Ибн Аббаз он говорил что самое лучшее поклонение это мольба это дуа и он приводил этот аят вас Господь сказал да взывайте ко мне и я отвечу вам и есть аят тот что Всевышний Аллах говорит в Куране да не взывай вместо Аллаха к тому что не принесет тебе пользы и не причинит тебе вреда если ты поступишь так то окажешься в числе беззаконников то есть если ты будешь просить того кто не принесет тебе ни блага ни вред то ты окажешься в числе беззаконников если Аллах коснется тебя вредом то никто кроме него не избавит тебя от него то есть если тебе тебя Аллах коснется каким-то бедствием то никто кроме него не избавит тебя от него если он пожелает одарить тебя добром если он пожелает одарить тебя добром то никто не отвратит его милости и он одаряет ей того из своих рабов кого пожелает он прощающий милостердный это в суре юнус почитайте 106 и 107 аяты толкование тоже к ним почитайте очень интересно будет прочитать конечно подобных аятов в куране множество являющиеся для нас доводами на то что взывать ко всевышнему Аллаху только к ему одному есть другая версия этого хадиса который он приведен в сборнике имама Аннауави в его сборнике Аль-Арбауна там имам Аннауави это сейчас скажу 19 хадис там он привел этот хадис чуть-чуть другая версия приведена что помни об Аллахе и ты обнаружишь его помощь перед собой стремись к познанию Аллаха в благополучии и он поможет тебе в беде знай то что обошло тебя стороной не могло постигнуть тебя а то что постигло тебя не могло обойти стороной знай что помощь приходит после терпения радость после печали а после тягости наступает облегчение вера в предопределение добра и зла чем является в нашей религии дорогие сестры вера в предопределение добра и зла чем является в нашей религии столбом имана да конечно столбом имана она является это один из столбов имана и у человека не будет вера полноценной если он не уверует должным образом в это то что все хорошее и плохое это от Всевышнего Аллаха и все что происходит в мире это уже предопределено всезнающим Аллахом и все что случится это случится только по его воле вот если мы это будем учить в первую очередь тебя дальше своих родных детей и всем окружающим доносить это у нас уйдет паника из нашего сердца люди перестанут паниковать уйдут уйдут многие недуги сердец уйдут переживания люди будут заниматься той целью с которой они сотворены а не чем-то другим будет спокойствие в дуне конечно будет спокойствие понимать что все предопределено уже всевышним Аллахом ты ничего не сможешь изменить вот это произошло значит это произошло по мудрости и по всезнанию всевышнего Аллаха то зло которое тебя коснулось оно было тебе предопределено то добро которое тебя коснулось тоже было тебе предопределено конечно это не значит что опять-таки же сестры дорогие это не из крайности в крайность мы можем сейчас подвергать себя опасности сказать если будет на то воля Аллаха случится со мной зло не будет на то воля Аллаха не случится со мной нет мы берем причины и уповаем на всевышнего Аллаха это 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 точно так же как бездействуют иногда бывает приходят сестры на на консультацию и говорят вот мой муж не работает бездействует да и говорит ну риск от Аллаха он же уже предписан мне от начала до конца и работаю я или не работаю я получу только то что мне предопределено нет не должно быть так мы берем причины и уповаем на Аллаха поэтому здесь то же самое мы не можем сказать что а все мы можем не оберегать тебя ничего не делать и если будет на то воля Аллаха будет зло если не будет на то воля Аллаха то не будет поэтому мы должны брать причины но если будет вот это твердое убеждение в том что предопределение добра и зла да вера в это то такой верующий уже он не будет беспокоиться то что там станут предпринимать против этого человека или что-то аж может быть что-то будет аж что-то не будет меня коснется это или не коснется он будет спокойным и вера в предопределение это столб единобожия поэтому кто поклоняется только одному Аллаху и верит в предопределение того единобожия будет полноценно и он будет исповедовать веру правильно а кто поклоняется одному лишь Аллаху но при этом не верит в это предопределение того единобожия разрушается его не верим такой человек разрывает свое единобожие поэтому это важно вера вот в это предопределение добра и зла и пророк саллиллах алейхи ва саллим дальше да говорит там ибн Аббасу он дальше в конце говорит знай то что обошло тебя стороной не могло постигнуть тебя это как успокоение то есть это когда например ребенок пришел там упал плачет а вот я упал вот там тот виноват этот виноват или еще что-то да и вы начинаете ему говорить а вот если бы ты сделал вот так было бы вот так а если бы ты сделал вот так было бы вот так нет не этому мы неправильно учим конечно могут быть какие-то ошибки да ему ну можно указать на эти ошибки чтобы впоследствии ты их не сделал и на это нужно указывать но когда уже свершившийся факт вот оно уже произошло каждому из нас нужно сказать эти слова которые говорил пророк салялах алейхи вассалям то что обошло тебя стороной не могло постигнуть тебя то есть все а то что постигло тебя то что произошло с тобой не могло обойти тебя стороной как бы ты никакие бы ты причины бы не брал если в этом было предопределение всевышнего Аллаха это случилось поэтому никогда не печалься и не грусти все что постигает тебя нужно терпеливо сносить все то что постигает тебя и нужно быть уверенным уверенным что все к лучшему что во всем есть хейр и довериться Аллаху ведь когда человек начинает свои вот эти возмущения свои какие-то переживания еще что-то значит он не доверяет всевышнему Аллаху потому что все что не происходит с нами это происходит по мудрости всевышнего Аллаха и все что не происходит все нам на благо просто наш ум наш ум ограниченный и он не может понять где здесь благо до конца он все равно он ограниченный и нам никто и не все для меня слышно напишите пожалуйста в чате слышно ли меня сейчас слышно что-то у меня со связью компьютер отключился от вайфая ну хейр алхамду лилля здесь слышно здесь продолжим инши Аллах тааля значит мы остановились с вами на месте о том что мы должны и сами себя воспитывать в том что предопределение от всевышнего Аллаха как хорошего так и плохого и также мы должны доносить это до своих близких до детей и детей уже с детства мы должны готовить к тому что все что с тобой с нами происходит происходит по предопределению всевышнего Аллаха все что вот уже произошло но ты можешь брать причины да тоже этому нужно учить о том что ты можешь брать причины и уповать на всевышнего Аллаха то есть вот те ошибки которые ты совершил которые привели к этому к тому или иному да действию или те действия которые ты совершил и они привели тебя к этому благу ты можешь и дальше это совершать и это будет для тебя благо да Всевышний Аллах в Уране говорит какая бы беда не случилась на земле или с вами она была записана в писании еще до того как мы сотворили это в суре хадид в 22 аяте Всевышний Аллах говорит нам об этом и поэтому мы должны уповать на одного лишь Всевышнего Аллаха то есть мы уповаем на одного лишь Аллаха и мы в этом мы поклоняемся лишь ему одному вот и смотрите да кто-то может сказать да там казалось бы такой ну понятный хадис да прочитал и понятно что там непонятного да там нет ничего непонятного но из него мы можем взять много пользы для себя много пользы и увидеть какой подход был у пророка саллиллах алейхи вассалям ко всем сподвижникам да и вот в частности здесь этот хадис передает нам Абдуллах ибн Аббас он был юношем и когда пророк саллиллах алейхи вассалям передавал то есть когда они ехали в Шамб они он не выделял для этого времени да зачастую вот ошибка многих матерей и и отцов тоже они хотят вот что-то если чему-то учить то нужно обязательно посадить напротив себя и вот это нужно доносить говорить там нет вы в произвольной вот в произвольной форме вот просто идете гуляете хотите донести какое-то свое наставление возьмите начните разговор расскажите какой-то хадис обсудите этот хадис приведите какую-то аналогию еще что-то да в этом будет польза больше чем вы будете сажать и они будут расценить ага сейчас мама особенно подростки я вам скажу особенно подростки этого не воспринимают они воспринимают это а сейчас мама с папой будут читать мне нотации сейчас они будут учить меня жизни когда я уже сам знаю как жить потому что в этом возрасте в подростковом возрасте они все уже думают что они знают и умеют как жить что они уже все это все хорошо знают и не надо меня учить я это все хорошо знаю я это хочу делать по-своему буду делать по-своему и у меня это они думают что у меня это хорошо получится нет ну иногда конечно получается хорошо но в большинстве случаев они совершают ошибки и потом не хотят признавать эти ошибки. Потому что, призная свои ошибки, это будет что? Признанием то, что своей неспособности. И для того, чтобы этого избежать, чтобы дети, подростки, это касается подростков, чтобы они не воспринимали это, как вот сейчас мама с папой будут читать мне аннотацию. А нужно делать это по примеру пророка, что он делал это в непроизвольной форме. Когда вот они идут, вот вы, например, идете куда-то со своим сыном, дочерью, начните что-то доносить, посмотрите, приведите аналогию. Родительство – это труд, который нелегкий труд. Вот вы увидели что-то и думаете, дай-ка донесу. И в непроизвольной форме, просто во время разговора вы что-то доносите и говорите, ага, вот так-то, так-то, так-то. А вот смотри, вот как получится, какое ты благо получишь из этого. А вот то, что вот так сделается, от этого блага не будет, нехорошо это будет. И если вы не говорите им, если ты вот так, вот так ты сделай. Нет. Потому что подросткам бесполезно говорить, сделай вот так. Они сделают по-своему, всегда. Мы сами тоже были подростками, мы сами тоже хотели самостоятельности. В этом возрасте у них уже просыпается чувство самостоятельности. Такое, что вот как хочу, так и делаю. Вы мне не указываете. Поэтому, чтобы направить их на правильное, уже в этом возрасте вы не указываете, а вы что-то им показываете. Что вот если сделать вот так, вот будет правильно. И попробуй сделать так. А сделал по-другому, получилось неправильно, получилось там плохо, ошибка. Значит, что? Значит, надо исправлять. В следующий раз так не надо делать. Вот так мы по примеру пророка, саллиллах алейху вассалям, можем доносить. Так делал пророк, саллиллах алейху вассалям. И посмотрите, он, Ибн Аббасу, он не сказал, он же сподвижник. У них их иман, не сравнив, даже подростковый их иман, подростков и маленьких детей, не сравним с иманом нынешних наших детей. Но, несмотря на это, пророк, саллиллах алейху вассалям, мог сказать, зачем я ему буду это все так говорить, наставление делать? Он и так единобожник, он и так верует в Аллаха. Ему это не надо. Нет. Он это доносит в какой форме и как он это доносит. Посмотрите. И от этого мы берем для себя пример и в первую очередь для себя берем назидание и следуем этому. Поэтому мы, когда хотим что-то доносить до кого-то, мы должны обязательно посмотреть на обстоятельства, на положение, на возрастную категорию, на самого человека. И доносить в соответствии с этим. Сестры, есть ли у вас вопросы по уроку или не по уроку? Поделим внимание вашим вопросам. Пишите вопрос. Как лучше донести до ребенка то, если он игнорирует тебя, хоть все слышит и понимает тебя? Вы смотрите, как лучше до него доходит. Это нужно... Я могу вам дать там такой общий, да, как сказать, общий рецепт донесения, да? Вот это один из видов донесения, которые мы сегодня с вами разобрали. А вы смотрите на ребенка, на вашего, каждый из нас смотрит на ребенка, вот как до него доходит, в какой форме до него доходит. Вот, бывают такие моменты, что ты и это используешь, и то используешь, и еще какой-то метод используешь. И вот он бездейственный, да, вот и часто бывает так, что опускают руки, говорят, ой, все, не могу никак донести. В этот момент нужно просто успокоиться, да, и посмотреть. Вот он же... Не бывает так, что он прям все вас игнорирует, что он всегда вас игнорирует. Такого не бывает, правильно? Бывают моменты, когда он к вам прислушивается и делает то, что вы ему наказываете, да, или то, о чем вы его просите. Значит, вы анализируете и смотрите, ага, вот в этот момент, когда я говорю, он меня слушает и это делает. Какой это момент? Какой это момент, или это тот момент, когда у него, например, там хорошее настроение? А что способствует ему хорошему настроению? Для кого-то, например, если он сытой ребенок, да, то он там горы снесет вам, после этого он сделает там. Если особенно вы его любимую еду он поел, то все, там, у него все прекрасно. Для кого-то какие-то его, да, там, увлечения или потребности, которые он любит, если уже это у него хорошо получается. Вот, и вы смотрите, вот каждый из вас, это вот вопрос сестра задала, это касается нас всех. Вы смотрите индивидуально на ребенка и ищите те моменты, когда он вас слышит. И уже не то, чтобы, сейчас скажет каждый, что мне подстраиваться, да, вам подстраиваться, да, нам подстраиваться. Вот видите вы, что вы, например, можете выйти с ребенком гулять и вот гуляя с ним, как по методу пророка, салиллах алейхи вассалям, как он доносил ибн Аббасу, вы можете донести. А дома он вас вообще не слышит. Значит, вы этот момент создаете, то есть делаете, да, причины, выделяете время и делаете. А есть те дети, которые косвенно понимают, когда вы кому-то другому говорите, и он это слышит. Даже хвальбу в его адрес, когда вы говорите кому-то другому, а он слышит, он это воспринимает, нежели когда вы ему напрямую говорите. Есть такие дети. Или когда у него то, что он больше всего любит, там есть какие-то занятия, хобби или что-то еще, когда он это любит этим заниматься, у него вот после этого настроение хорошее поднимается, все, и он там, вы ему сказали, ну уберись вот здесь. Да, мамочка, уберусь там и убрался. Все, вы ловите эти моменты. Вот так. Попробуйте посмотреть, проанализировать, потому что не бывает так, что вот прям вот все не слушается. Вот когда приходят сестры на консультации и говорят, мой ребенок меня никогда не слушает. Я говорю, такого не бывает. Просто он не слушается вас там вот в том, в том, в том, да? И вы уже это все говорите, он никогда меня не слушает. Есть моменты, когда он вас слушается, когда он к вам прислушивается. Поэтому ловите эти моменты. И потом в эти моменты дозировано давайте. Потом чуть дозу увеличиваете. Еще больше. Потом уже важные такие моменты пускайте в это. Вообще тема воспитания сложная. Часто что-то в книгах этого в жизни не получается применить. Я вам вообще скажу часто то, что в книгах нельзя применять, особенно вот те книги, которые написали не мусульмане. Потому что вот я сейчас, где-то у меня было недавно, я наткнулась на биографии, да? Вот тех так называемых ученых, которые учили там счастливой жизни, воспитанию детей, еще чему-то, еще чему-то. И которые чем, как они заканчивали сами. Поэтому из Кур'ана и Сунны берите. Вот, посмотрите, пророк, саллиллах, алейхи вассалям, не посадил напротив себя Ибн Аббасы и не начал его учить. Они ехали в путешествие, в Шам они ехали в это время, когда это пророк, саллиллах, алейхи вассалям, делает его наставление. И он смотрит, ага, сейчас я могу до него донести. Вот мы едем, и сейчас я могу рассказать ему, и он от меня это примет. Ему это запомнится. Он будет вспоминать, ага, когда-то мы пошли, и вот так мне сказали. То же самое есть такие дети, которым вот надо с ними ходить и разговаривать. Дома они тебя не будут слышать. Поэтому попробуйте этот момент. И этот вообще метод вы нигде не найдете. Я его, вот сколько я училась, посвятила этому времени. Этот метод я взяла из Сунны посланника Аллаха, саллиллах, алейхи вассалям. Этого метода вообще нигде нету, что нужно там смотреть, вот так, так. Я поняла, как пророк, саллиллах, алейхи вассалям, относился. Его педагогический подход, это его методика донесения. Значит, мы, когда мы вот будем возвращаться к Курану из Сунни посланника Аллаха, саллиллах, алейхи вассалям, вот тогда у нас будет успех. Пока мы ищем рецепты где-то извне, у нас все будет плохо. Потому что каждый из них писал с какой-то целью, да, вот. С целью там кто-то обогатиться хотел, кто-то просто свой жизненный опыт хотел поделиться. Вот, поэтому мы вот возвращаемся только к Курану из Сунни посланника Аллаха, саллиллах, алейхи вассалям. У меня в книге 30 правил исламского воспитания, воспитание детей в исламе, 700 детей успешного воспитания в исламе, тогда в психологии не ищу Баракаллах. В Афике Баракаллах, аж Аллах. Нет, я не говорю, что, я вот тоже говорю, что никогда не исключайте полностью. Но это наука, которая есть же в нашей религии. В Куране и Суне она есть. Просто ее исказили, еще и взяли от нас и исказили по-своему. Ну, об этом я уже не раз объясняла. Так, вот сестра задает вопрос. Когда еду на такси, там музыка бывает у них. Таксист тоже сестра, но не покрытая, просто совершает намаз. Мне нужно говорить, чтобы она отключила. Как мне поступить в такие моменты? Таксист тоже не только она. Их несколько. Извините, что вопрос не по теме. Да, нужно говорить. Выключите музыку, пожалуйста. Смотрите, вы садитесь в такси, вы заказчик, таксист, тот, кто оказывает вам услугу. И мы не должны расценивать это так, что там мы какую-то грубость проявляем. То есть не вы чем-то обязаны этому такси, да? А это такси обязан вам. И когда вы садитесь, то есть вы клиент, который оплачивает его услугу. И он должен предоставить вам эту услугу в полной мере. То есть он должен предоставить вам эту услугу, чтобы вы были, ушли довольными. И, естественно, вы за эту услугу ему оплачиваете. Поэтому, когда мы садимся в такси, не бойтесь сказать, отключите музыку, пожалуйста. Если он хочет... Один раз у нас было так. Мы сели в такси, и я говорю, выключите музыку, пожалуйста. Я не говорю, что там выключи музыку, мне это не нравится. Просто выключите музыку, пожалуйста. Он говорит, да, скучно же. Я говорю, когда мы выйдем из вашего такси, вы довезете нас до адреса, мы заплатим вам за вашу услугу, вы можете хоть сколько слушать, и вам будет не скучно. Мне эта музыка не нужна. Всё. Я вас не прошу сверхъестественного, не прошу там чего-то другого. Просто прошу оказывать вашу услугу, которую вы мне обязаны оказывать. Я захочу, я послушаю эту музыку. Я не хочу слушать эту музыку. Поэтому выключите её. Это не ссора, не руга, ничего. Это требование своих прав. Всё. Иногда бывает так, что попадаются уже таксисты, альхамдулиля. Пока мы, мусульмане, не начнём свои права вот так вот сами отстаивать. Нас и будут так воспринимать. Уже иногда я смотрю, уже появляются такие таксисты, что когда садишься, они сами говорят. Они сами говорят, музыку выключить? Уже спрашивают. Они уже, альхамдулиля. Видят, что мусульмане садятся в такси, они говорят, музыку выключить? Альхамдулиля. Значит, уже они приучаются. Альхамдулиля. Так, мы даже в маршрутке просили выключить, когда на всю громкость пришлось выходить и ждать автобус. Маша Алла Баракалуха. Нет, если вы там можете повлиять на это, например, мы когда там идем на остановку, вот у меня возле дома есть остановка трамвайная, и там на этой остановке трамвайный кафе, ну не кафе такое, а кофейня, вот так можно сказать. И в этой кофейне у них внешние колонки. Когда я стою, иногда даже вот стою на этой трамвайной остановке, хочу какой-то записать голосовой, фон, музыка, я всегда говорю сразу, я стою на остановке, я не могу повлиять на это. То есть зайти, сказать там, выключите на две минуты, там, пока я жду трамвай, они скажут, вы кто такая? Ну как бы. Но иногда бывает, что когда захожу в кафе, и там же девочки в кофейне, да, знают, и я им говорю, сделайте потише хотя бы. Когда, вот мусульмане, вы видите, мусульмане, когда заходят, ну сделайте потише. От того, что музыка вот эта орет, ну вам же от этого прибыли больше не будет. Особенно есть, бывает, когда девочки, ну, тоже они не покрытые, ну, они намаз совершают, как бы, иншаллах, пусть Аллах их укрепит, приведет к этому. Они уже видят меня и говорят, сейчас мы сделаем потише. Ну, то есть, как бы, они знают, что я зайду и скажу, сделайте потише, или если есть возможность, вообще выключи. Я всегда так говорю, если есть возможность, если нету хозяина, выключи эту музыку. Вот так. Аль-хамду-ли-ля. Так что надо нам стараться ставить всегда на первое место религию. И поэтому у нас потом все, иншаллах, будет все хорошо, дорогие сестры. Так, хорошо. Если вопросов больше нету, дорогие сестры, давайте еще одну, еще две минутки, и мы закончим с вами, иншаллаху та аля. Встретимся с вами уже на следующий, в следующий понедельник. Ну, я смотрю, вопросов уже ни у кого нету, поэтому мы с вами тогда закончим. Сегодня мы провели с вами прекрасный урок, научились один из методов пророка, саллаху алейхи вассалям, посмотрели, для себя взяли назидание и пользу. И я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа верующих рабов, которые будут помнить о тебе всегда и везде, храня твои заповеди и не приступая твоих границ. Амин. Субтитры сделал DimaTorzok